Всем привет, с вами GrimOne на канале GrimFitch Studio и в этом видео мы продолжим создавать инвентарь. И в частности мы создадим логику использования предмета. Давайте приступим. Для начала нам нужно создать логику, по которой предмет будет удаляться из инвентаря. Для этого перейдем в сам инвентарь и создадим функцию. В этой функции мы назовем ее removeItemInSlot. Добавим два входящих параметра. Первый будет remount типа integer, второй будет index типа integer. И давайте мы сразу их сделаем локальным переменам, потому что мы их будем использовать несколько раз, чтобы у нас, опять же, не получились очень длинные жгуты, не разбериха. Вместо этого давайте просто сразу запишем их. Так, это получается index.local. Вот так. Все. То есть мы уже создали наши переменные. И теперь можем идти к следующему этапу. Следующий этап у нас создание ветки. В этой ветке мы будем проверять, сколько предметов мы теряем. То есть у нас будет еще одна логика. Правильно, мы будем выбрасывать предметы и используется будет именно эта функция в том числе. И поэтому мы сразу же здесь создадим и то и другое. То есть чтобы не создавать две функции, мы создадим одну, которая делает сразу две вещи. И здесь как раз эта проверка нам и нужна. Мы должны проверить amount.local, является ли это количество этих предметов больше либо равно количеству предметов, которые есть в слоте. Мы берем слот array, берем index. Я делаю здесь get.copy. Подключаюсь сюда. Здесь я делаю... Так, где у нас? Get.slot.data. Видите, здесь у нас уже есть amount. А, нам даже слот array не нужен. Нам уже просто индекс.local подключить сюда. И получается вот этот amount подключить сюда. То есть он проверяет же... Помните, мы создавали эту функцию, да? Она проверяет на наличие в слоте, если что-то в слоте, да? И съесть, он выдает количество. Мы создавали тогда этот amount и нигде пока еще не использовали. Так вот, вот здесь оно как раз и используется. Вот так. И отсюда уже пляшем. Если у нас, соответственно, мы выкидываем больше либо равно, но больше мы выкинуть не можем. И у нас эта логика будет, когда мы будем создавать, выбрасываем предмет из инвентаря. Поэтому, если будет равно, да? То есть мы будем выкидывать все. То, соответственно, мы делаем set.lm. Вот так. Мы возьмем слот array, разумеется. Подключим сюда. Индекс у нас будет. Индекс local. Вот так. Итом. Итом мы можем подать, наверное... А, нам не нужно подавать. Точно. У нас же предмета теперь нет. Там 0 количество. Поэтому мы делаем speedstruck pin, оставляем пустым и mount 0. У нас больше нет предмета. Потому что мы все выкинули. Вот. Теперь правильно. Дальше мы делаем refresh slot info, как обычно. Индекс слот. Давайте просто продублируем и добавим сюда, чтобы не заморачиваться. И все. И return node. Теперь перейдем к ситуации, когда у нас выкидывается не все. Ну, в нашем случае это будет один предмет, да? В таком случае мы берем вот это и дублируем. Ну, а теперь есть оговорка. У нас итом класс нужен. И итом и mount мы тоже должны установить. Потому что теперь у нас не пустой слот. Это можем также продублировать. Тут все то же самое. И return node можем делать вот так. То есть мы в итоге все равно вернемся к return node. Откуда нам достать итом? Итом можно достать отсюда. То есть я делал get copy. Подключай сюда. Здесь я делаю speedstruck pin. Итом вот он. А вот amount нам нужно вычесть. Итак, amount это у нас столько, сколько у нас есть в этом слоте. И из этого мы вычитаем amount local. Подключаем сюда. Все. И вот это значение полученное. Вот так. Вот это значение полученное. Мы уже подставляем сюда. Все. То есть когда мы делаем remove, соответственно срабатывает логика, которая проверяет количество, которое мы выбрасываем. Больше или того количества, которое уже есть. Если да, ну то есть не больше, там получается равно. Если равно, то все. Устанавливается 0. Предмет исчезает. Обновляется информация. Все. Предмета больше нет. Если нет, то есть какой-то часть должна остаться, то мы берем опять же в этот слот, записываем что? То, что у нас уже было. Да, тот же предмет остается. Но количество уменьшается на amount local. Ну то, сколько мы, соответственно, выкинули. И в нашем случае это будет использование. То есть по одному будем использовать. И одно мы нажали, и оно использовалось. Окей. Эта логика есть. Так, с инвентарем пока что все. Теперь нам нужно перейти к... Нам нужно сделать так, чтобы наш игрок... Давайте перейдем к нему. Мог как-то использовать предмет. У нас нет таких предметов, да, дерево, камень. Давайте сделаем временно такую... Ну такую болванку, чтобы могли проверить, работает или нет. Я сделал wood amount и сделал так, что... Как только я использую дерево, да, это тип integer. Как только я использую дерево, мне добавляется в wood amount одно дерево. Вот так. Все, у игрока есть дерево. Это потом мы удалим, когда уже нормально системы создадим. Просто у нас сейчас нет такого предмета, который мог бы показать нам, да, работает или нет. И поэтому мы временно создадим такую систему, которая нам покажет. Следующим перейдем в предмет. Мы зайдем в master.gooprint. И нам нужно создать такой custom event, как item effect. И сюда мы будем записывать то, что будет делать предмет. Но это master item. Здесь мы ничего не делаем. То есть нам просто нужно, чтобы он существовал. А вот уже в самом ресурсе, да, в дереве. Я вызываю этот event. Вот он. Function.override. И мы видим, что у нас появилось это. Ведь, да, item master bp оттуда приходит. Все. У меня есть этот эффект. Мы можем здесь сделать абсолютно любой эффект. Можем сделать так, чтобы этот предмет лечил игрока. Можно сделать так, чтобы он убивал игрока. Может сделать так, чтобы после его использования игрок улетал куда-то. То есть здесь уже можно делать все, что угодно. И нам именно это и нужно. В данном случае мы хотим, чтобы нам добавлялось, к игроку добавлялось одно дерево. Для этого мы должны вызвать игрока. Для начала. Get player. Character. Cast. Вот этот cast. Подключаем сюда. Вот так. И отсюда мы вызываем getVood. Вот он. Дальше я вызываю такую вещь, как increment. Increment это такая функция, которая выполняет прибавление 1. То есть это то же самое, что и давайте я здесь покажу вам. Я здесь сделал setVoodMount и покажу то же самое по сути. То есть вот это вместе, это вот это. Я просто упрощаю код. Это в программировании те, кто уже программирует, они знают, что это такое. Я использую это. Вы можете делать даже так. Разницы никакой нет. Просто так оптимизировано, более компактно получается. Все. Инкремент есть. И мы переходим дальше. У нашего предмета есть эффект. Теперь нам нужно сделать еще кое-что. Здесь у нас видите can be used. Нужно поставить галочку. Все. Предмет теперь можно использовать. Мы возвращаемся в инвентарь. Теперь нам можно создать функцию, которая будет использовать предметы. Поэтому я делаю новую функцию. Это называется useItemFunk. Я вот так напишу. Потому что используем предмет, у нас будет еще кое-где. Итак, здесь мы должны в первую очередь взять removeItemInSlot. Вот он. TargetSelf. И нам нужно подать amount и index. Так. Эта функция мы должны использовать не здесь. Надо. Давайте постепенно все будем делать. Давайте сделаем switch. Давайте не switch. Нам нужен статус. И вот здесь switch. Мы долго будем искать. Вот так. И только если не предмет, а инвентарь. Когда инвентарь активен, только тогда мы можем использовать предмет. То есть если мы закрыли, то мы не должны суметь. Или когда мы делаем что-то другое, мы не можем использовать предмет. Мы можем его использовать только тогда, когда он активен. И поэтому мы подключаем к active следующее. Spawn. Spawn. Hector from class. Spawn transform. Просто делаем splitstruct pin. Нас не интересует, где он находится. Предмет мы берем отсюда. Get a copy. Делаем splitstruct pin. И там подключаем сюда. Здесь мы добавляем input в виде интеджера, который будет являться индексом. И индекс мы делаем, соответственно, интеджер. Индекс подключаем сюда. Так. Можно, наверное, вот так сделать. Покрасивее будет. Вот так. All spawn. Ignore collision. Owner. Так. Так. Я не вижу здесь только bp inventory рифа. Да, у нас тут нету, да? Мастер bp. Давайте добавим переменную, которая будет inventory. Так, bp inventory риф. Нам это нужно, потому что мы сейчас будем связывать мастер-предмет с инвентарем. И здесь нам нужно будет как раз создать еще одну функцию. Давайте это все мы уберем куда-нибудь сюда. И сделаем еще один custom event, который называется useItem. И здесь будет происходить использование предмета. Так. Вот, да, bp inventory риф. Я здесь беру bp inventory. Так. Или у нас inventory bp. Так. Что ж такое-то. Вот, inventory bp object reference. Instant editable exposed and spawn. Compile save. Я возвращаюсь сюда. Нажимаю compile save. Не появляется. Я отключаю этот pin. И за мной подключаю. Все. Видите, да появился inventory. Это правильно, потому что мы сейчас будем записывать сюда себя. И это важно. вот так. И теперь, когда мы записываем инвентарь, здесь мы можем сделать как раз следующее. Здесь мы можем сделать useItem. То есть эту функцию, которую мы создали. только нам нужно еще добавить сюда проверку на валидность. Потому что это ссылка на предмет. То есть это... Ну, когда вы создаете такие ссылки, которые могут существовать, а могут и не существовать, вы должны проверять на валидность. То есть вот так надо сделать. Чтобы у вас не возникало ошибки. Там бывает такая ошибка, что нет доступа к информации. Это бывает, когда ссылка не валидна еще. Вот. Вот так. Все. По сути, у нас уже есть. То функция теперь нужно вернуться в master item. И нам уже нужно создать логику использования предмета. Теперь, когда у нас bp inventory.ref существует, мы можем использовать его функции. А именно removeItemInSlot. И вот здесь нам как раз оно и нужно. Нам нужно сюда подать, получается. Давайте подключим. Так. Только давайте не сразу подключим, а сделаем проверку на валидность. Опять же. Это ссылка на инвентарь. То есть это внешняя ссылка. Ее надо всегда проверять. Вот так. Все. После этого у нас идет проверка на валидность. Потом идет убирание предмета. Amount 1. Ничего вы думаете не надо. То есть когда мы используем, мы используем один предмет. А вот индекс нам нужно создать. PromoteValable. Индекс. Ну пусть индекс и будет. Ок. Все. Это индекс. Следом идет itemEffect. И в конце мы делаем DestroyActor. То есть мы выполняем эту функцию, которая будет перезаписана в каждом предмете по-своему. И потом мы удаляем этот объект. Удаляем его, потому что мы его спавним в инвентаре. А нам он не нужен за спавненный. Именно мастер БП. Далее что мы делаем. Мы переходим. Так. Мы не переходим. Мы делаем index. Instanted Double Exposed Spawn. Потому что мы тоже будем подавать из слота. Так. Эффект правильно. Давайте перепроверим. Да. А теперь можно уйти отсюда дальше. Так. Я перейду еще раз в Wood. Да. Все правильно. Ок. Давайте перейдем теперь к последней части. Мы перейдем в виджет слота. Потому что отсюда все и будет начинаться. То есть мы пошли с конца. Потому что с конца проще и правильнее. Мы видим. Так. У нас есть какие-то функции. Нам нужна другая функция. Давайте сначала ее создадим. Это. Custom Event. Custom Event. Который будет называться. UseItemInSlot. Вот так. И здесь мы сделаем следующее. Я возьму. Инвентарь. И использую нашу созданную функцию. которую как раз мы создали. UseItemFunction. 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 Индекс у нас уже есть. Вот он. То есть вот мы и подали эту функцию. Вот так. Далее нам нужно сделать. У нас тут где-то было. Сейчас я найду. У нас была функция, где мы открывали описание и закрывали описание. Вот. Event. Вот. Да, у нас происходит. Так. Но это не совсем правильно мы сделали. Нам нужно создать Custom Event, который будет этим заниматься. То есть я сейчас создаю два Custom Event. элемента. Один будет называться. Hide. Desk. А второй будет называться. Show. Desk. То есть один будет открывать описание. А другой будет закрывать. Вот так. Потому что мы сейчас их должны вызвать, да. А эти события по-другому вызвать нельзя. Поэтому я здесь и делаю Show. Деск. А здесь я делаю Hide. Вот так. Все. А теперь это правильно. И здесь и делаю то же самое. Я вызываю сначала Hide. А затем снова вызываю Show. То есть он как будто бы закрывает и открывает. В случае, если я делаю Show. Если мы используем последний предмет, у нас описание должно пропасть. То есть он нажмем Show. У нас не сработает. Но чтобы это все произошло, нужно сейчас закрыть описание. Потому что если мы используем предмет, его больше не должно быть. Он не должен показываться. Вот так. Мы, кстати, здесь забыли. У нас индекс, да. Он не подается. Давай я подключу сюда еще раз. Вот он, индекс. Вот. Подключаем его сюда. Потому что, ну, мы же только что добавили, да. Но мы его забыли обновить здесь. Вот. Вот теперь это все правильно. У нас есть UseItemInSlot. И, наконец, мы можем перейти к последней части. Это добавление функции. Я хочу, чтобы это происходило на двойное нажатие левой кнопкой мыши. Вот оно. OnMouseButtonDoubleClick. Оверрайдим эту функцию. И, по сути, мы делаем то же, что мы делали в OnMouseButtonDown. То есть вот эту часть. Можем смело копировать. Я добавляю. Подключай это сюда. Это подключай сюда. Вот так. Теперь на false мы подключаем return node. И снова мы создаем еще один return node. И подключаем уже на true. Но перед этим мы должны вызвать наши события, которые мы создали. Да. UseItemInSlot. То есть вот сюда и вызываем useItemInSlot. Подключай его сюда. Все. И здесь нам уже вызвать такую штуку, как handle. и подключай его сюда. Вот так. Давайте проверим, что получилось. Итак, я запускаю. Да. Давайте перейдем к игроку. У нас нигде не отображается. Там мы не можем увидеть, получаем ли мы voodemount. Давайте где event tick. Вот здесь. Я вызову такую схему, как print string. В print string я подам voodemount. Get voodemount и подключу сюда. Цвет. Ну, отличный будет. Такой ноль. Все. Получается. Он теперь будет показывать, сколько у меня дерева. Да. Я открываю. Вот оно. Смотрим. Здесь мне ноль. Видите, да? Ноль. Я подхожу. И давайте возьму вот шесть дерева. Открываю. Я пробую использовать. Два раза нажать. Мы видим, что я дерево потратил. Оно исчезло. Все. Видите, там дерево добавляется. Если я пробую использовать пустой слот, ничего не происходит. То есть, давайте еще раз попробую поужинать деревом. Мы видим, что все тратится. И при этом дерево исчезает. Окей. С камнем я ничего не создал. То есть, я могу взять камень и могу даже его использовать. Видите, да? Но ничего не происходит. Потому что у него нет эффекта. Также, помните, да? Мы создавали галочку, по которой мы можем сделать так, что предмет используется или этот предмет нельзя использовать. То есть, я нажимаю, он не используется. Как это провернуть? Очень просто. Здесь делаем and. И добавляем эту функцию. То есть, я беру. Так, давайте это не здесь добавим. А добавим там, где у нас есть индекс. Где у нас получается в event graph. Да? Вот он. UseItem. SlotIndex. UseItemFunction. Вот оно. То есть, вот. Active. Идет, идет, идет. UseItem. Идет, идет, идет. И вот здесь мы подаем индекс. И прежде чем он используется, нам нужно сделать, получается, проверку. Является ли этот предмет используемым. И чтобы это проверить, мы должны как раз использовать наш индекс, который у нас есть. Мы возьмем из нашего BP инвентаря getSlotRate. Далее мы возьмем здесь getCopy. Индекс у нас, вот он, этот же индекс. И тут, получается, мы уже узнаем, да, у нас какой предмет. И мы проверяем у него getCopy. getCopy. Так, еще раз. Это у нас, получается, слот. Мне нужно SpeedStrikePin сделать, да, вот. GetClassDefaults. И проверить здесь stackable. Получается у нас get. Даже не get, наверное, если я нажму здесь SpeedStrikePin, по идее, вот так будет, да. Вот видите, can be used. Там есть stackable, да, can be used. Нам нужно, вот. Вот. То есть, давайте я продублирую это, чтобы покрасивее все сделать. Вот так. Я беру вот это все. И вот так сделаем. Просто, чтобы было красивее. Вот так. Compile save. И теперь я не должен суметь взять предмет, если он не используем. Давайте проверим, является ли камень используемым. По идее, не должен. Ну, давайте, на всякий случай, посмотрим. Так. PlayerSystem. Blueprint. Item. Resource. Вот. Он не может быть использовать. Соответственно, используем предмета не произойдет. Видите, да, ему витамин слот не произойдет. Давайте посмотрим, так ли это. Я подхожу, беру дерево и подхожу, беру камень. Итак, я нажимаю дважды на камень. И он с ним ничего не происходит. То есть, вот он все еще есть, он работает, все с ним нормально. И использовать никак не могу. Дерево я могу использовать, потому что он используемый. Все. По сути, мы создали эту систему, используем предметов. Тут уже на вашу фантазию, да, что будет делать предмет. То есть, там, где мы открываем вот здесь информацию, да. Ну, допустим, я сейчас покажу. Просто Function Override. Item Effect, да. Здесь мы можем писать все, что хотим, любую логику. То есть, мы можем здесь написать, что делать предмет. Даже если это, например, оружие, да, или броня, которую игрок надевает на себя. Опять же, это будет писаться здесь. То есть, здесь мы пишем, что такой-то предмет добавляется там в игрока. Мы можем вызвать игрока. Да, GetPlayerCharacter. Каст на игрока. И там, соответственно, добавлять ему оружие. Это все будет делаться именно здесь. Прежде чем попрощаться, хочу напомнить, что на моем канале проходит акция. И вы можете получить курс по инвентарю бесплатно. Все подробности есть в ссылке по подсказке. А на этом это видео подходит к концу. Ставьте лайк, если вам понравилось, было полезно и интересно. Узнаем для себя что-то новое. Пишите в комментариях, что для вас осталось непонятным. И какие у вас есть еще предложения и вопросы. А также подписывайтесь на канал. С вами был GrimOne. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok